Всем привет! Меня зовут Несса. Я из веселого дыжанка. План на текущий каталог найти как минимум 10 бизнес-партнеров, которых я научу вести качественно бизнес, и которые дальше знают моим ключевым партнерам. Следующий каталог, как и в этом, успешно найти квалификацию на Карвати, лишний каталог в квалификацию на Карватию. У меня уже новые звания, новые уровни, это просто, на самом деле пора уже. Так, сколько у меня в партнерах в команде 45 человек, и мы растем, и это активы, и это где-то, где-то 50-й он спал, тоже где-то приглашают. Любую книжную литературу я сейчас читаю. Это, конечно же, на моем столе. План на текущий каталогах по лидерству, потому что важна наша литерская лидерская качество, это лидер Том Шрайдер, и также я, естественно, читаю Кольков Сьянова, Олег Польков, книжки, ну и, конечно, как вот этот замок вокруг. Постройка обрезанных день, я попробую свой вид, и на самом деле, как в песне, весь день и всю ночь. Ну, просто здесь и сейчас, просто не тратят деньги наличие на другие какие-то межтефакты, ну и поэтому я тратлю все свое время на свой вид. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Я Павла Мусева. На зоне, наверное, уже 15% но на ближайшие ваку налога все-таки планы будут на 17% и хотелось бы на 22% потому что мы знаем, что планы должны продюсертироваться на пакетных директоров. Поэтому я очень хочу. Сколько у меня бизнес-партнеров? Порядка десяти активных, которые уже идут в свою деятельность, приглашают, делаются в полосы, и прочее, да? Какую бизнес-партнеру я сейчас читаю? Это Бутиярка, который уже замкнут в округа, Наполеон Хилл, и, наверное, особое сейчас влияние не оказывает жену и сону жизни. Времени уйдения указываем в порядках часов 5-10, так скажем, потому что у меня маленькая дочка, время ей и время бизнесу, потому что мы знаем, что филанс – это наш первый бизнес. Вот. Все. Спасибо. Привет. Меня зовут Ольга Беларуцева, я с вами делаю. Ох. План у меня на текущий миллион – это 18% должно быть следующим 22%. Он говорит, не будем все постепенно, во всем нужном рифте, и все проникну. Далее в моей команде, как у самых родителей, то есть, где нас пойдет, это в 12-й миллион, Более всем интереснее вообще в команде. И на данный момент я читаю книгу Пустьярова «Васка работы с подружением». Так что я не вместе не сговариваю, а очень сложно. Да, очень сложно. И, в принципе, у меня трое людей, поэтому, сколько времени не уделяю, стараюсь по максимуму, чтобы мы постоянно работали. И второй раз я считаю, что мы работали, потому что у профессионов в этом году. Очень сложно. Добрый день, пожалуйста, ваше яркое юрисовое утроение. Сейчас просим к этим зал занять места. И мы снова приглашаем сюда ваше утро. Добрый день. Добрый день. Пустьไ pension ROSS. Добрый день. 134 185 185 185 182 186 184 186 185 Спасибо, моя любимая работа. Друзья, сегодня для нашей команды очень большой праздник. Дважды, но во-первых, потому что у нас сегодня большое эмоциональное мероприятие, а во-вторых, у нас сегодня очень-очень высокий гость на нашем мероприятии Наталья Майорова, директор, директор, директор Урава Юпомолча. Встречаем! Спасибо, моя любимая. Вы как хотите, красивую презентацию или отрогребную колонну? Отрогребную колонну. Спасибо, что вы уже видели. Мне нужно ваше внимание. Я не мало, поэтому буду говорить о самом важном. Я сегодня к вам приехала в презентацию, которая, мне кажется, сейчас очень важна. Вот можете мне сказать честно, что вас сейчас волнует? Что? Что? Что еще? Призвание. Ага. Хорошо. А теперь у вас вопрос. Скажите, от чего будет зависеть все? О чем мы сейчас говорим? Что мы все испорим? От чего? Согласно. Еще от чего? Состояние здорового. Ну, это все понятно. Здоровое, здоровое. А, здоровое, здоровое. Пойдем. Как обстоят. Пойдем. Пойдем. Пускала, так красиво. Пойдем. Молодец. Все зависит от того, что любые люди за вами. Если не будет людей, и будет хорошее здоровье, будет у вас здоровье? Здоровье необходимое условие, конечно. Все зависит от того, чтобы вас выбирали. Чтобы люди, которые за вами, вас выбирали. Вот вы все выбрали Алиплейн, правильно? Да. Кто-то здесь, наверное, поздно. Но я уверена, что после сегодняшних мероприятий, если вы еще не выбрали Алиплейн, вы выберете Алиплейн. Вот совсем недавно очень много всяких таких конкурентов, а я конкурент, начали смотреть на нашу компанию, потому что это такой молодой кусочек. Такие классные люди. Вас много. Вы обученные, вы грамотные, вы интеллигентные, вы красивые. Чему бы вас не приманить в дальнейшем? Вас часто приманить? Скажите. Да. Естественно. И вот я сегодня вам хочу сделать такую маленькую жилочку на тему. О чем надо думать, когда ты выбираешь с этимную компанию? Вот я выбрала с этимную компанию 20 лет назад. 15 декабря, если помните, 20 лет как лет компания. И в протяжении всех этих лет я убеждаюсь еще раз в том, что я выбрала правильную компанию. У нас есть одна проблема, друзья. Когда мы выбираем компанию, когда мы мужем, мы провели жену, мы уже перестаем объективно относиться к этому человеку. Правильно? Так же, как компания понимает, что это хорошая компания. И когда к нам приходят, начинают сравнивать нас с кем-то еще, у вас не хватает аргументов, чтобы доказать, что мы действительно хорошие. Вы говорите, мы хорошие. Сар, пожалуйста, видите, мы просто хорошие. Нам начинают переводить не так, но и не так. Я хотела, чтобы вас сегодня немножко получить на тему, чтобы вы могли грамотно разговорить о наших преимуществах. Не было бы счастья, несчастья помогло. Сейчас интернет запомнил кучу разных роликов на тему сравнения «Аринфлей» с конкурентами. Я не могу их назвать конкурентами. Хотя все, что сейчас делается в сети, это делают не компании, друзья, это делают люди. Вообще нету честных и нечестных компаний. Есть честные и нечестные люди. И вот когда мы что-то с вами делаем, мы должны сразу подумать о том, как будет дальше мы рано. Я уже живу на свете долго, мне 48 лет, друзья. Я понимаю, что каждое ваше слово, оно вернется потом хорошим или плохим. Поэтому, не было бы счастья, несчастья помогло. Но мы сделали тщательнейший анализ нашей компании по отношению к конкурентам. Участливается он к конкуренту, это группа, которая состоит, которая сейчас очень сильно пиарится. Вот давайте бегаем вперед, чтобы больше не обращаться к этому вопросу. Лена, Дима, у вас есть презентация, если вам не целого анализа, которая была, так ли? То есть у вас будет возможность о чем-то поговорить. Просто дашь вам скидку. У меня просто действительно вы разозлились. Когда нам говорят, что у нас маленький доход в Reflame. Когда нам говорят, что у нас дорогая продукция. Когда нам говорят, что мы не так сильно растем. Мы просто разозлились и проверим. Друзья, запомните раз навсегда. Доход в Reflame в два раза почти выше, чем в компании, которая из двух букв состоит. Мы это проверили, и вы можете об этом узнать у ваших спонсоров. Они вам проведут в рамбинар. Наш продукт в два раза почти привлекательнее по цене, чем у компании, как у клиента. Запомните, это, пожалуйста, нужно легко доказать. Еще что хочу сказать. Сегодня у Слепая, сегодня, да, Настя очень хорошо Павлова заговорила. Наш продукт уникальный. Такой продукт на рынке больше нет. Он одобрен всеми возможными инстанциями, которые только возможны. Институт обитания рамбинар. У нас есть все сертификаты, в том числе для сельничек продуктов. У нас есть сертификат в АССР, но нет таких продуктов, которые сейчас пытается кто-то там сравнить с вами. Я вообще не понимаю, как люди выбирают то, чего они не знали. Итак, мне, наверное, в поручстве больше, чем в 15 минут, в 17 минут можно будет. Когда ты выбираешь на тему компании, я что хочу сказать. Я очень рада быть в Кирове. Вот этот вид из моего окна из моей местилицы. На пруд, где очень много всяких уточек. Так красиво. И вы видите, возможно, в любой момент пойти с утра и позавтракать в этом отеле с видом на этот пруд. Завтра, кстати, будешь везти в полный чай, не стоит в Кирове, что купили. Свои люди, партнеры как-нибудь организуются. Как классно вообще. Вот. Да. И вот такое понятие, как предпринимательство, сетевой индустрии, он возникнет совсем недавно. Понимаете, я понимаю, о чем я говорю, я уже 20 лет, и это не в бизнесе. То, что вы сейчас, вы такие молодцы, вы вообще говорите, какое классное дело. И вот вас всегда будут куда-то переманивать. Вы всегда будете что-то выбирать. И когда люди выбирают компанию для того, чтобы связать свою жизнь. Вот я вас сейчас спрошу, вы на сколько связали свою жизнь с компанией Айтлэй? Все. Я, я всегда. Кто-то еще, может быть, не знал. Так вот, когда вы выбираете, с кем связать свою жизнь, такой же выбор, как муж и жены. Мы не выбираем обходы, выбираем всю жизнь. Правильно? И есть такие вещи, которые могут быть красивыми сначала, снаружи, А для жизни они, может быть, не подходят, потому что посмотреть в глубину. Итак, первое, на что мы обращаем внимание, Я бы чуть-чуть, конечно, приглушила свет, но придет с вами как-то так. Красивая моя картина. Да, но свет не может быть лучше. История компании. Я всегда спрашиваю, а что за компания? Сколько лет на рынке? Вот это наша история, друзья, 50 лет уже, 20 лет мы в России. Вы всегда спрашиваете, а какие наши обороты? Запомните, наши обороты в прошлый год составили 1 миллиард 249 миллионов 400 тысяч евро. Кто-нибудь может похвастаться, каким оборотам? Не знаю. 60 сущих стран. Когда мне говорят, наши компании международные, вы проверили международность наших конкурентов. Нет даже доказательств, что люди работают в разных странах. Мы действительно работаем в 60 сущих странах. Ты берешь комплектатор, представленная биржа, открытая компания. Мы нечастная компания. Что это означает? Вам вопрос. Что значит представление на бирже или компания? Кто знает? Это понятно. Самое главное, кто знает, что это нам накладывает наша компания? Вестор. 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 Правильно. Мы не имеем права скрывать ни одной вещи, такой не музыной. Настолько прозрачной. Потому что на нас смотрят, инвесторы за нами не пойдут. Если мы что-то утаим, или у нас что-то будет не так. А вот то, что наш президент, Маркус Брэнстон, избран председателем Мировой Федерации Ассоциации Привых Продаж. Вы знаете, что это забыло? Да. Вы знаете, только подумайте о том, как это круто. Ну вот, например, на нашем сайте есть новость о том, что Маркус Брэнстон. На нашем сайте, на сайте Международной Федерации тоже есть такая новость. Туда избираются только очень уважаемые люди, уважаемые компании. И еще, примите руки, кто говорит на английском языке, кто знает на английском языке. Тебе, молодец. Задите, пожалуйста, на сайт oriflame.com. www.oriflame.com. На английском языке зайдите в раздел Corporate. Там раздел для инвесторов. Там компания oriflame публикует все цифры своей активности. Вы можете там узнать все о компании, даже то, что вы думаете скрыто. На самом деле, все открыто. Вы увидите, сколько наших маршра, вы увидите, сколько у нас это наш инвестиционный профит, наша доходка, за уплату налога. Вы узнаете, какие страны мы работаем. Когда мы сейчас идут только корзины, почитаясь, даже не зная английского языка, можно это узнать. Будет у нас время. Я с вами обязательно пообщаюсь на эту тему, потому что это очень интересная тема. Второй вопрос, когда выбирается сетевая компания для того, чтобы создать свою жизнь. Это финансовое благополучие, это прозрачность, баланс. Потому что, извините, если прибыль компании маленькая и прибыли нет, то рано или позже эта компания умрет. Вот, к сожалению, у меня сейчас нет времени вам это объяснить, но я очень часто лидерам объясняю, как в РИФД делаются деньги. Как формируется цена. Как формируются ваши доходы. Просто сейчас поверьте мне, пожалуйста, при массово. Я не последний раз у вас в гостях. Мы обязательно соберемся поговорим на эту тему. Я вам расклад сделаю, чтобы вы понимали. Скажу так, что в нашей компании, наверное, работают самые куниные финансисты на свете. Они настолько сбалансировали весь наш, все наши доходы и расходы, что вы всегда можете быть спокойны на своих доходах. И это действительно очень важно. На сайте можно, наверное, почитать. Я, наверное, не буду об этом, но только покажу вам вот что. Да, вот. Все отчеты есть на сайте. Вот это, куда бы так встать, чтобы вам было видно. Все наши доходы, вся наша прихиваль. Все это и есть. Магнус буквально несколько дней назад в прямом эфире, кстати, у нас есть запись на английском языке программы, но она есть, где Магнус рассказывает о наших результатах третьего квартала. Третий квартал заканчивается. Магнус для этого наших результатов у нас очень хороший результат. Очень хорошие результаты и, наверное, это вызвано тем, что у нас уже 50 лет, мы как-то празднуем, потому что мы смотрим в будущее, но я просто в этой смотрели очень сильно рада вас. Вот это результаты года. Я просто вам показываю, как это выглядит на нашем сайте, чтобы вы понимали, что вы посмотрели. Вот это тоже информация о том, в каких странах мы работаем. Я бы сюда немножечко вернусь. Вот там вот такие пирожки. Видите, пирожки вот они все. Я сейчас указки вам покажу. Вот давайте. Что это такое? Наверное, наверное, здесь. Вот здесь вот, конечно. Ну ладно, неважно, я сейчас скажу эти словами. Смотрите, если мы сейчас посмотрим на пирожок наших продаж, вообще, где мы с вами работаем в мире, то если это было, например, несколько лет назад, то большая часть этого пирода была в России. Ну, потому что в России была самая большая страна, где больше мы, в принципе, то есть работали вот там очень большой ее продаж и большой дорогой, то сейчас этот пирожок такой очень балансированный. У нас очень большая часть в Азии. В Китае, в Индонезии, в Индонезии, у нас очень большая часть в Латинской Америке, очень хорошо там работают, в Африке, в Европе хорошо работают. То есть Россия и ФСФР, это может быть одна где-то, где-то, наверное, пирожка. Скажите, это хорошо или плохо? Да. Очень хорошо. Почему? Во всех странах это бывает, да? И за счет этого компания может прижалить... Ты права. Если вдруг что-то, не дай бог, случится на одном рынке, бывает такое. Помните, кто помнит кредит? Возгласно. Если не дай бог, что-то случится на одном рынке, то мы точно знаем, мы либо пойдем. Потому что у нас шикарный бизнес в этом рынке, в этом рынке, в этом рынке, в этом рынке. Я знаю, что сейчас многие а-ля какие-то конкуренты, извините, у меня просто это болит, я очень злюсь, когда мы пытаемся с кем-то сравнивать, с кем сравнивать нельзя вообще в принятии. Компания «УАЛЮСИ» работает в России. Больше нигде. Объем продаж сопоставил с объемом продаж бриллиантов директора. Весь объем продаж, с людьми прочим. Кто запомнил, сколько ваш объем в мире? Один миллиард. Один миллиард. Вы видели сегодня, кстати, объемы Лены и Димы рублей. Просто мы-то, наверное, еще не запомнили, потому что вам показали, я, пожалуйста, и я показывала, сколько объем продаж всей организации вашей в один продаж. Три-четыре миллиона? Три миллиона. В год это сколько? 18 умножаем. Сколько? Ну, 65 миллионов. Вот такой объем продаж у алявного курина. Это одна только организация бриллиантов. Так что, знаете, надо сравнивать, надо умело сравнивать. Я вот тут вот кое-что посмотрела, а кое-каке снимать, не дам не снимать, я откажу. Тоже, знаете, вот, мягко говоря, мы начали злиться на тему, когда мы с кем-то сравнивали, просто далее посмотрели, отчет ли вы. Во-первых, ее ленинки, потому что фирма закрыта. Она подъезд на какой-то 15-16-й, у нас она есть, пожалуйста, сходите на сайт, посмотрите. Она очень странная и отчетная. И вся фирма, например, которая пытается с нами сравниваться, я вам сейчас скажу, но фирма с тем, что фирма с тем, что фирма с тем, что фирма с тем, что в России это 18 отдельных ООО. В чем-то говорят. Не знаю, о чем мы это говорили, не хочу даже знать. Потому что это очень странно. Это очень странно, когда многие наши лидеры пытаются связать дуру с общим народным управлением по отношению к нашей компании с правой и с правой. Хорошо. Непонятные структуры. Если есть, надо у нас дорожиться. 18-го ООО. Интересно, да? Одно скрывается, какое открывается, одно скрывается, какое открывается. И так далее. И так, что мы не знаем. Обороты филиалов, сопоставимые с оборотами отдельных наших лидеров, а у нас лидеров в России не знаете, сколько и какие лидеры обороты. Продукт. Вот сейчас я скажу вам важную замечательную терминку, и вы меня поймите, и, пожалуйста, не обижайтесь. Я очень сильно переживаю. В последнее время, знаете, по какой причине? По той простой причине, что консультанты, лидеры, особенно лидеры, упуская ценность нашей компании, сразу начинают говорить о бизнесе. Первое, что надо понимать, когда вы приглашаете компанию, а что такое компания iPlay? Вообще, что такое компания iPlay? Это о чем? Чаще всего говорится следующее. Это компания, которая может делать обязательно 150 баллов, и, к сожалению, не может делать 150 баллов. Ну, сама, иначе там нет. И приглашает людей, которые делают 150 баллов. Это все правильно. Мы понимаем с вами, как лидеры, чтобы стоять 50 баллов, и получиться свою объемную скидку, это все правильно. Но все-таки, о чем наша компания iPlay? Сегодня девушки так вкусно говорили о вылазе. О намейджи. О красоте. Компания iPlay – это не насильное делание 150 баллов, а это споловные клетки. А это варонос офигенный, который не был никого, и который наобранит жизнь. И можно выглядеть, там, не знаю, 50 лет на 25, и так далее, и жить долго. Вот своей мастерой хватило времени, нахватила культура вековая, она не сказала очень важную вещь, наверное, могла бы сказать, что было бы время. Она сказала, что 300 миллиардов клеток в нашем объеме обновляются каждый день. Я сижу сейчас на стуле, на берке бешево обновляюсь. А что для клеток самое главное? Вы знаете? Белок. И просто белок. А его составляющая аминокислота – это как маленькие кирпички, которые составляют белок. Кто знает сколько всего вот этих кирпичков необходимых для клеток? 20. 20. 20. 20. 20. 20. Из них 8, из них 12. Наш организм сам синтезирует. Мы по всей этой жизни, наверное, прокрутируем должность, да? Организм, ну ладно, сделай я 12 кирпичков с твоей еды. Вот, да? И осень, аминокислот, который наш организм никогда в жизни сам не сделает. Их можно только получить издание. Это страшное лечь на самом деле. Если не хватает белка, а белка не хватает, но едим его очень мало. Особенно старики, правда. Если у кого-то есть престарелые родители, родственники. Ложку нашего коктейля, кашу, еще не дадут ваша цвета для нас. И вот этих 8-минокислот, если нет, которые не синтезируются, мы должны получить, а получить неоткуда. Вот здесь как раз приходят нам на помощь наши коктейли. Запомните, кто не знает, что одна порция коктейля, точнее, полторы, это суточная доза всех незаменимых аминокислот для женщин. И это правда. И я думаю, что мы помним, что компонент Реплэмин доказано всеми возможными сертификатами, когда доказано профессором Стигл Сэмин. А у меня мужчин красивых, которые всегда делали сами, для порции это святое дело. И когда не хватает преминокислот, извините, у нас все состоит как жиры. Аминокислот уже должны употреблять. Понимаете, да, что я говорю? Я хочу, что вы сейчас фотографируете, можете взять этот слайд, и презентацию получите, я вам ее отдам. И вы ее будете использовать. Вот этот вот слайд, это, ну, очень важно, что называется, когда вы сравниваете продукты, когда вы думаете о хорошем продукте. Вот эти вопросы нужно задать. А компания сама производит продукты? А компания сама разрабатывает? А сертификаты? Вы видите, сколько сертификатов у нас сегодня? О, сколько сертификатов новеллы, да? Адекватная ли цена? Да, ингредиенты какие у вас данные? С лавой клетки, я вам показываю вам прочие ингредиенты, круто. Запомните, у нас новейших конкурентов России нет. Это правда. И у нас нет конкурентов, это правда. Ну, все остальное продается более-менее легко, потому что это простые продолжения. Но важно понимать суть вот этих двух важных категорий. Хорошо. Ну, я не буду сейчас вам это рассказывать. Вы посмотрите, как выглядит наша мировая красивая продукта. Ну, просто для вашей информации. Как вы думаете? Тут имя категория ушло. Видимо, что с презентацией стало. Но я вам скажу. Вот это что такое? Как вы думаете? Это скинкер. Это средство по уходу за кожей лица. Дальше. Вот это 23%, наверное, что вы попробуете? И это декоративная косметика. 23%. Вот здесь, вот этот вот кусочек, это ароматы. 17% это в мелье-мелье. Это средство по уходу за кожей, за телом и за волосами. 8% маленьких кусочек. Что это?